На библейский портал Экзегет поступил вопрос «Во время причастия люди соединяются с Богом, а что если ты ещё не дорос до такого соединения?» Пришёл человек в баню, ему говорят, вот здесь мойка, здесь парилка, если хочешь хорошо помыться, надо вот взять мочалку, мыло, сделать вот это-то и помыться. А человек говорит, да вот что-то я чувствую, что я ещё не достоин, я ещё не дорос, нет, я ещё, наверное, здесь вот в раздевалке посижу. Поймите, если считать, что те, кто причащаются, они уже доросли или достойны причастия, это значит пребывать в великом заблуждении. Более того, я вам могу точно сказать, что никто из причащающих себя достойным не считает, и мы никогда не будем достойны того, что делает ради нас Бог, никогда, ни один из нас, ни в какой мере, но мы делаем это для того, чтобы дорасти, для того, чтобы с нами состоялось, моемся мы для того, чтобы быть чистыми. Несмотря на то, что мы через некоторое время опять испачкаемся, мы всё равно идём опять мыться, а если не мыться, потому что ты знаешь, что завтра опять испачкаешься, ну чё, тратить мыло, тратить время, тратить воду, опять же испачкаешься, ну и ладно так, упал в грязь или жив в грязь, а чего вылазить из грязи, завтра опять упадёшь, ну и жди, когда своими собственными экскрементами переполнится лужа, и ты ими захлебнёшься. Поэтому мы и причащаемся для того, чтобы вылезти из этой лужи, чтобы хоть на мгновение, хоть на некоторое время стать чище, ближе, роднее, и чтобы в наших жилах текла его кровь, и чтобы наша плоть пополнилась его плотью. Помните, как старые фильмы про индейцев показывали, там ещё Гойко Митич играл, резали вены бледнолицые с индейцами и братались, прикоснулась кровь крови, и уже ты считаешься ему кровным братом, насколько это важно, насколько это мистично было даже в этих банальных фильмах про индейцев. И все понимали, что они кровные братья, один бледнолицый, другой краснокожий, но тем не менее они уже кровные братья, соединился ты со Христом, и все, кто рядом с тобой, соединились со Христом, и мы все друг другу становимся кровными родственниками. В каждом из нас есть его кровь и его тело. Не потому, что мы достойны, а потому, что мы без этого жить не можем. Без понимания того, что без Бога я не спасусь, без его участия в моей жизни и христического участия в моей жизни я не спасусь, происходит именно вот эта составляющая, основная составляющая христианина – быть в соединении с самим Богом, с Христом, телом его при чистой крови. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.